Подзаголовок Единый фронт религиозных и половых извращенцев Почему убеснуются Турция, Иран, всякие псевдоправославные шевченки? Потому что сам факт существования Израиля свидетельствует их душе, что, как бы ни бились они лбом, к святости не приблизятся, потому что взяли форму Израилеву, а Дух, Дух Святой, ухватить не смогли. Несчастные чувствуют, что идут не туда и не так, и что удваивая рвение свое религиозное, лишь удаляются от Царства Небесного, и злобствуют, и бесятся, и рвутся с цепи на свидетеля их провала. Почему убеснуются их попутчики-атеисты, гомосексуалисты и прочие анархисты, понятно. Израиль предлагает медленный путь ко всеобщему братству, растущий незримо, как трава и душа. Ждать долго. А вот ислам предлагает короткий путь к равенству и братству, джихад и шариат. Но дело не только в жажде срезать угол. Израиль своим присутствием свидетельствует об их грехе, о том, что всевидящий и недремлющий Бог жив, и корчатся они под его синим шестиугольным оком. Почему же они ведут к власти исламистов, которые их, атеистов и педиков, первым делом на кол посадят? А потому, что так и работает лукавый. Уж если совесть тебя обличает, так наложи на себя руки, отдайся палачу, пусть он тебя вздрючит и каленым железом заставит праведным быть. Шариат, он ведь душу от работы освобождает. Встань раком, как все, а не встанешь, тебя камнями побьют. Внутренних метаний нет, свобода. А Израиль с его привередливым Богом призывает самим фактом своего существования к медленному и мучительному исправлению себя, когда никто, кроме совести твоей, тебя не отхлещет. Субтитры подогнал «Симон»